дамы и господа здравствуйте мы дождались вот этот голубь это примерно то чего лично мне хотелось видеть от нового героя в доте последние 10 лет времени прошло так много и так много вышло саппортов полу саппортов четверть саппортов треть саппортов что я уже не думал что вал в целом хочет видеть редкликера в своей игре но нет вот голубь и он только редкликер и ничего больше сразу скажу что на первый взгляд это один из самых сложных героев доте в целом я очевидно еще не играл так что при обзоре скорее всего буду в чем-то не прав извините но давайте по порядку расскажу про статы и скиллы героя а также какие вижу на него билды и таланты также конечно же расскажу про его судьбу в доте 1x6 это кто не знает на кастомная игра моя основная работа сейчас ну давайте к делу перед вами милишный ловкач с охренительными статами 35 ловкости за уровень это очень солидно 2 и 6 силы тоже немало могло быть чуть больше но все равно интеллекта правда маловато а скиллов много но вроде в талантах есть монориген суть героя в том что у него два разных режима и это не тролль варлорд у которого только раньше таки меняется здесь у вас два полностью разных набора скиллов статы тоже меняются в режиме катаны у вас больше урона и больше рейндж атаки но базовое время атаки двойка то есть вы супер медленно бьете откликать не получится в режиме кинжалов у вас наоборот обычный урон и обычный рейндж таки зато базовое время атаки пониженная полтора в общем считайте что вы по статам классическим лишний редкликер как джиггернаут или антимаг только хп вас побольше скорее даже вы как monkey king мс тоже огромный 315 но давайте к самому сложному скил и их 8 штук по 2 на каждую кнопку скил и имеет общий кулдаун то есть если вы нажали q в режиме катаны q в режиме кинжалов будет на кулдауне аганим это дело меняет на нем попозже сразу скажу что вы понимали тематику скиллов на первый взгляд катана это что-то вроде про кастера который медленно и больно бьет убивает скиллами а кинжалы это ратлик обычный но мне кажется все не так просто основная суть героя лежит в первом скиле кинжалов и его уникальной механики сейчас собственно я все вам и расскажу итак первый скил кинжалов это баф который длится 9 секунд а с талантом 11 баф дает две супер значимых вещи первое у вас появляется пассивка лансера без кулдауна то есть когда вы ратликаете на противника герой бежит к нему на большой скорости у лансера кулдаун четыре секунды на этом а у нашего головы когда нет вы просто бегаете куда хотите сколько хотите вас нельзя закатить второе каждая атака дублируется вы ударили и через небольшой промежуток цель получит вторую атаку как башет войда или пассивка вивера честно это какой-то пиздец я не понимаю пока минусов этой механики 2 атака активирует башей лайфстилы вашу пассивку который чуть позже буквально это x2 урон без кулдауна и x2 проки у вивера есть кулдаун у вайда есть шанс у вас просто это есть всегда видимо это есть ваше главное оружие именно этим вы убиваете всю игру и без этого вы не дамажите но помимо бафов есть и минус измененная скорость таки она честно говоря странная я не до конца ее понимаю вам дается фиксирован интервал атак это удар раз в секунду что как бы скорее всего хуже чем без этого скилла то есть вы бьете медленней но при этом ваша скорость таки снижает этот интервал эффективнее по итогу все равно так спит у вас ниже обычного но каждая атака двойная что как бы в любом случае стоит того вот например без айтемов вас куда раз 0,62 секунды а под бафом ударов 0,87 разница не супер большая явно стоит того но убьете вы медленней а если скажем накинуть муншардов интервал будет 0,21 сек а под бафом 0,37 что уже почти в два раза хуже это кое-какая компенсация за двойные удары а теперь слушайте внимательно самое важное интересное вы можете включить баф кинжал их и переключиться на катану это в корне меняет дебаф скорости атаки помните с кота ней у вас повышенной базовой атаки это ее основной минус там много урона много рейджа атаки но вы не можете я кликать вас базово время атаки нет так вот бафот кинжалов перезаписывать интервал атак выходит что вам супер выгодно под бафом драться именно с катаной, тогда вы не будете ощущать плохое базовое время атаки. То есть включили баф в кинжалах, переключились на катану и вот вы уже бьете как обычный герой, без нерфов. Ну и контрмер этой механики это диспел. Баф диспелится юлом или нуликом или шедоу демоном условным. Думаю это супер важно, именно под этим бафом ваш герой дамажит, без него вы просто никто. Против шедоу демона вы как урса без оверпауера, именно этим советую контрить. Это был первый скилл в кинжалах. Что же до первого скила в самой катане, он явно не такой сложный. Вы совершаете выгод вперед и совершаете атаку по всем впереди. Это именно удар с руки с дополнительным уроном, как фисты эмбера. Также небольшое замедление. С небольшой задержкой удар сработает еще раз. И скилл как бы сильный, двойной удар, а с талантами тройной удар сквозь бкб, проки, атаки. Но при условии, что кд с бафом общая, вы не сможете пользоваться этим скилом в драке. Баф от кинжалов слишком важный. Зато против крипов думаю самое то. И пофармить, и хайграунд подефать, и линию толкнуть, все что угодно, пожалуйста. Ну или использовать его как небольшой эскейп. Рывок не доджа снаряды, но просто перемещает вас немного. В общем, подводя итог первого скилла. Баф от кинжалов – ваше основное оружие. С ним вы деретесь, без него вас кайтят и у вас нет урона. Рывок от катаны – это чисто ваш фарм. Так как в режиме катаны больше урона, вы хотите включать баф от кинжалов и переключаться на катану. Помните, что у переключения есть кулдаун. Так что вы начинаете с кинжалами. Потом уже только на катану. Ну идем дальше. Второй скилл – ваша утилити. Для кинжалов – это рейнжевой нюк с сайленсом. Ничего сложного. Нюк носит магический урон. Это не атака. Урон вауе, что поможет фармить. Сайленс короткий 2,5 секунды. Ну и кд смешное – 6 секунд. Сразу скажу, что скилл тоже лучше, чем у катаны, на мой первый взгляд. У катаны можно искать блинк фантомки. Вы бросаете крюк и летите за ним. Рейнж броска довольно большой, а цель получает вашу атаку. Атака имеет 100% ампиризма и дополнительно хилит на 200. Это, если что, чуть ли не единственная вообще выживаемость у героя, так что эффект супер важный. Но вот в чем проблема. Помните, что дает баф от первого скилла кинжалов? Правильно, рывки без кулдауна. Вам не нужен по факту второй скилл от катаны, ведь вы и так в драке летаете по противникам как захотите. Проблема только в кулдауне на переключение стойки. У вас просто не получится переключиться на сайленс от кинжалов, а потом обратно на катану. А вы хотите быть в катане. Поэтому, думаю, использование будет следующим. Начинаем драку с кинжалов, получаем баф и сразу кидаем сайленс. Теперь переключаемся на катану, и вот у вас есть и рывок от кинжалов с бафа, и сайленс пару секунд, хватит, чтобы убить саппорта. Если переключить обратно на кинжалы для нового сайленса, вернуться обратно в катану уже не получится, ведь есть кулдаун. Так что после того, как пройдет кд от сайленса, придется взять второй скилл катаны. Да, рывок не нужен, но он хотя бы приятно хилит, что тоже хорошо. Также у второго скилла катаны есть минус, от него можно уклониться блинком. Вы полетите туда, где была цель до блинка, но опять-таки вам все равно, у вас баф от кинжалов дает бег без кулдауна, закаять вас нельзя. Продолжаем. Третий скилл ваша пассивка. Тут начну с катаны. Пассивка катаны супер простая. Ваши атаки и способности оставляют кровотечение, которое каждую секунду наносит 10% вашего урона атаки противнику в виде физ урона. Длится это 8 секунд, а с талантом дает 15% урона в секунду. Другими словами, считайте, что ваши атаки наносят дополнительно 120% отложенного урона за 8 секунд. Этот эффект также снижает исцеление на 35%. Просто приятное встроенное в скаде. В общем, мало того, что сама катана дамажит больше базово, так еще и пассивка дает по факту двойной отложенный урон. Под бафом кинжалов обе атаки оставляют дебаф очевидно. В итоге одна атака срабатывает дважды и дважды кидает кровотечение, то есть 4х урон. Пассивка кинжалов же в целом тоже про урон, но думаю его будет поменьше. Она, кстати, и посложнее. Ваши атаки могут оставить метку на цели. Шанс знаменитый 17%. В последующие атаки снимают метку и наносят критический урон 200%. В общем, по факту механика критов в фантомке один в один. Интересный факт, метку может сбить и спелл урон, например, кинжалов второго скилла. Его урон также будет увеличен критом. Это немного урона, но просто прикольно. В общем, именно в плане пассивного урона катана дает намного больше. Криты в 200% с шансом 17% это не впечатляет. У джаггера условного шанса 35% на такой же крит. Но это не все. Пассивку кинжалов можно нажать. Тогда вы в течение двух секунд не будете получать урон от атак спереди. Это не уклонение, то есть атака будет засчитываться, она может, допустим, баш прокнуть. Урон от заклинания этот скилл игнорирует, то есть он только против атак. Если противник атакует вашу защиту, он получает небольшой стан и на него срабатывает улучшенная пассивка. То есть та же самая метка, только крит будет увеличенный. Не 200%, а 300%. А знаете, что это означает? Правильно. Вы можете вызвать метку с помощью этого скилла и переключиться на катану. И критануть уже катаной. Так урона будет больше. Во время действия защиты, кстати, нельзя атаковать. А еще нельзя переключаться на катану, иначе скилл прервется, так что вам нужно подождать до конца. В общем, выводы. Пассивка катаны намного лучше. Она дает гига урон. Зато пассивку кинжалов можно нажимать. Если вам предстоит фейсфайт против вражеского керри, это ваша защита. Скилл не сбивается оглушением, так что вы гарантированно не получаете урон в течение двух секунд. Орда чуть не забыл. Ваш шард улучшает именно третий скилл. Для кинжалов это небольшой баф му спида и так спида за каждого противника с меткой. Честно говоря, выглядит так себе. Забегая вперед, ультимейт кинжалов кидает несколько меток, но думает не сильно, что это меняет. Зато усиление пассивки катаны значимое. Ее тоже можно будет нажимать. Тогда вы ненадолго оглушаете цель и сразу наносите весь оставшийся урон от кровотечения. Как по мне, супер важный эффект. Главный минус пассивки в том, что урон отложенный, и противник может похилиться, нажать сейвы, вас могут убить, что угодно. А шард позволяет получить бонус моментально, что часто приведет к киллу, мне кажется. Не уверен, что это стоит траты 1400 золота, но эффект явно не бесполезный. Ну и остался ультимейт. Начнем, наверное, с кинжалов. Механика простая, дает вам инвиз на 9 секунд и ускорение. Противники в большом радиусе получают улучшенную метку. Это та самая, которая прокает от парирования в третьем скиле, то есть 300% крита. Но, что более важно, у противников снижается обзор, как от пассивки спектры. Так что даже дасты не помогут вас сразу найти. Кнопка супер важная, это ваш сейв. Как вы уже заметили, скиллы героя не дают выживаемости вообще, только хилл прыжка с катаной. Так что это ваш шанс не умереть от любого фокуса. Но опять же, метка на 300% крита приятна. Вы можете нажать инвиз и приключиться на катану, так урона больше. Ультимейт катаны же больше против файт. Это ченнелинг спелл на 1 секунду. Он дает БКБ, а если спелл не прорвется, противники вокруг получат 4 удара. Удары это на самом деле не удары, а урон скиллов. Процентный, 4% от максимального здоровья противников с каждым ударом и еще лишние 75 дэмэджа. В сумме выходит 16% здоровья плюс 300 на 4 уровне. Урона, честно говоря, не супер много, но есть два важных нюанса. Первый нюанс. Вы хилитесь на 100% этого урона. Хил вам супер важен, у вас почти нет сейвов, это то, почему вы будете жить. Второй нюанс. Каждый удар накладывает стак пассивки катаны. И вот это уже серьезно. В сумме выходит 480% урона атаки в АУЕ, что можно сказать крит фантомки. В общем, логика простая. Вам нужно уйти из драки и выжить, ваш выбор ультимейт кинжалов. А если вам нужно наоборот остаться в драке, подамажить, похилиться, вы хотите ультимейт катаны. В этом случае ваш самый главный враг контроль в БКБ, особенно башер. Он сбивает каст и скилл идет на кулдаун без эффекта. А вот если у противников нет контроля в БКБ, кнопка наоборот играет новыми красками. Например, вы можете сдоджить станлины какой-нибудь, ведь БКБ дается моментально. Ну что, запутались? Давайте быстро пройдемся снова по всем скиллам. Самое основное правило. Вы хотите быть в режиме катаны всегда. Так больше урона. Но иногда вам нужны будут скиллы с кинжалов, особенно баф от первого скилла, на нем весь ваш герой строится. Драка начинается с прожатия бафа от кинжалов и броска с Айленса. Дальше вы переключаетесь на катану и носите весь урон, что сможете. Если нужно сдоджить магию или похилиться, у вас есть ультимейт, а также второй скилл для вашего хила. Если же нужно пережить ратлик или просто уйти из драки, вы меняете обратно на кинжалы и жмете пассивку или ульту. Все. Следите за бафом кинжалов. С талантом он длится 11 секунд, а кд 14, то есть окно 3 секунды, когда вы не дамажите. Есть во всей этой схеме очень интересная штука, о которой я пока не говорил, а именно Аганим. Он много что меняет. Во-первых, каст скиллов сбрасывает кд на переключение стойки. Во-вторых, после переключения стойки использование любого скилла не вызывает кулдаун на этот скилл в другой стойке. И вот тут я сразу скажу, я не могу представить весь потенциал того, что можно делать, не поиграв на героя. Например, Аганим позволяет пользоваться первым скиллом катаны в драке. Раньше, как вы помните, этот скилл для вас недоступен, ведь вы под бафом кинжалов, он запускает кулдаун на первый скилл катаны. С Аганимом же вы можете теперь еще и ВОЕ дамажить. Приятно. Но что более важно, вы можете использовать второй скилл кинжалов постоянно, сайленс. То есть можно переключиться на кинжалы, кинуть сайленс и переключиться обратно в нормальную катану. Раньше этого было делать нельзя, сейчас можно. Думаю, это и есть суть Аганима, постоянные сайленсы. Мне сложно представить пока, насколько это профитно и стоит ли это 4000 голды на керри. Это только с опытом придет. Ну давайте по талантам пробежимся. Левел 10 вопрос тоже игрового опыта. Мне кажется, нужна будет мана, скиллов много, интеллекта мало. Сопротивление магии приятно, конечно, но думаю, мана слишком нужная. Левел 15 всегда длительность бафа от кинжалов, это суть вашего героя, забудьте. Левел 20, как будто бы всегда урон пассивки. 50% миссов постоянные тоже приятно, но это как бы лейт, есть МКБ, а еще вы агильщик и вам бабочку хочется купить. А в противовес 50% больше урона с вашей основной пассивки. В общем, думаю, что второй всегда. Ну и левел 25, на самом деле плохой талант. Вы плохо пользуетесь меткой от кинжалов. Все-таки драться вы хотите именно с катаной, она метки не оставляет. Разве что от ультимейта кинжалов или от третьего скилла будет метка. При этом вы плохо пользуетесь первым скиллом катаны без аганима. Так что думаю, тут такой расклад. Либо аганим хороший и частый предмет, тогда третьего дара от первого скилла катаны нужен. Либо аганим не играется, и тогда лишний крит приятный. Не исключаю, что этот лишний крит повысит приоритет самих кинжалов, и вы будете драться с ними чаще. Но это, сомневаюсь, нужно будет смотреть. Теперь что касается айтемов. Скажу честно, я без понятия. У меня есть ощущение, что ваша главная беда это выживаемость. Считайте, что вы джаггер, но без крутилки и без варда. То есть любой контроль просто вас стирает в порошок. Поэтому вы хотите статы и БКБ. Как правило, на таких героях покупаются Саша Яша или Манта против Сайленса. БКБ, Башер, Скадди, Сатаник. То есть максимум хп. Если у героя будет проблема с фармом, уверен будут драться молнии. Они все-таки прокают сдвенных тычек. Также есть такой интересный предмет, как дезолятор. Ваш основной урон это атаки и пассивка катаны. Все это физика, дезолятор даст много урона. Из минусов, дезолятор не дает хп, а они мне кажется будут нужны. В общем, это нужно смотреть. Из начальных айтемов я бы пробовал ПТ, стики в резбенд очевидный. А также, возможно, Фалькон. Опять же, зависит от ратманы. Ну, вроде все. В заключение ролика скажу, что герой мне супер понравился. Я не испытывал такого буквально уже лет 10, когда еще только первых героев Дота изучал. И какие-то из них мне сильно нравились. Поэтому я был бы рад добавить его и в Дота 1х6. Он отлично подходит в этот режим. Но пока что невыполненных планов много. И выход нового героя решает аукцион. Я очень надеюсь, что на нем наш дорогой голубь выиграет. Следите за телеграммом, чтобы не пропустить это событие. Ссылку оставлю в описании. Ах да, чуть не забыл мысль. Не исключаю возможности, что это не только керри, но и мидер. Вы милишник, и вас захарасит любой маг. Но, быть может, второй скилл катаны с лайфстилом решит эту проблему. Экспа вам супер нужна для буквально каждого скилла. Вам есть чем убивать, у вас хороший потенциал с уровнем. Так что такую возможность я бы не отбрасывал. Фух, ну, вроде все. На сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok